К сожалению, в целом, как нам казалось, детально продуманная и хорошо спланированная операция по открытию гуманитарных коридоров и, соответственно, введению режимов тишины одновременно на нескольких самых угрожаемых направлениях должна была принести хоть какие-то качественные положительные результаты для спасения людей, находящихся в условиях страшнейшей гуманитарной катастрофы. Для выхода мирных жителей и иностранных граждан, насильно удерживаемых украинскими властями в городах Киеве, Харькове, Сумах и Мариуполе, вооруженные силы России сегодня с 10 часов утра по московскому времени в очередной раз объявили режим тишины и открыли гуманитарные коридоры. Из Киева в Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию, из Мариуполя по двум маршрутам в Ростов-на-Дону, то есть в Российскую Федерацию и Запорожье с последующим убытием на запад Украины. Из Харькова в Белгород, из Сум по двум маршрутам в Полтаву по предложению украинской стороны и в Белгород в Российскую Федерацию. Далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения. Вчера с 22 до 23 часов 40 минут указанная информация доведена до официальных представителей киевских властей, представителям посольств иностранных государств, профильным структурам Организации Объединенных Наций, АБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и другим международным организациям через все информационные ресурсы, включая средства массовой информации. Официальный ответ от украинской стороны получен только сегодня в 7 часов 10 минут с согласием на открытие гуманитарных коридоров. Но при этом киевский режим в согласовании намеренно не указал открытие гуманитарных коридоров в направлении Российской Федерации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум. Население указанных и других населенных пунктов о возможности беспрепятственной безопасной эвакуации вообще не оповещалось. Ничем другим, как цинизмом в отношении к своим собственным гражданам это назвать нельзя. Абсурдными выглядят просьбы украинской стороны, озвученные нам менее чем за 3 часа до открытия гуманитарных коридоров. Первое. Это обеспечить эвакуацию из населенных пунктов Буча, Бородянка, Ирпень, Дымир, Иванкова Киевской области, а также Липцы и Стрелича Харьковской области, находящихся под контролем российских вооруженных сил. При этом никто из жителей указанных населенных пунктов желание эвакуироваться не изъявлял, люди мирно живут в своих домах, им ничего не угрожает. Второе. Организовать эвакуацию населения из городов Изюм и Бакалея Харьковской области, которые находятся под полным контролем национальных батальонов, вооруженные силы России никакого отношения к обеспечению безопасности в этих населенных пунктах пока не имеют. Третье. Это доставить официальным Киевом якобы гуманитарные грузы в Мелитополь и Бердянск Запорожской области и в город Херсон. Это тоже выглядит цинично по отношению к жителям указанных городов, так как в настоящее время эти районы находятся под полным контролем российских вооруженных сил, а их население продолжает жить мирной жизнью и обеспечено всем необходимым, в том числе гуманитарной помощью от Российской Федерации. Проблем во всестороннем обеспечении указанных населенных пунктов на сегодня полностью нет. Все перечисленные факты говорят о том, что украинское руководство полностью утратило контроль над положением дел в своей собственной стране. Несостоятельно и не способно решать какие-либо вопросы, находясь под жестким влиянием радикалов, которые фактически являются параллельно властью, не признающей никаких законов. По состоянию на 13 часов украинской стороной не выполнено ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров. Мы внимательно наблюдали средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами. Ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн не проведено. И не то чтобы гуманитарных коридоров. Тут сейчас скрываются данные с химолабораториями и биологическим оружием, которое производилось на территории Украины. Работы с бактериями чумы и сибирской язвы велись в биологической лаборатории во Львове в рамках военно-биологической программы. Это заявляет начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов. Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы. И также в этих биолабораториях во Львовской области. Возбудители дифтерии, дизентерии в лабораториях Харькова и Полтавы. По его словам, только во Львове было уничтожено 232 емкости с возбудителями и еще 30, 10, 5, там еще часть чумой, всего более 320 емкостей. Номенклатура и избыточное количество биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ. Это вот для понимания, чем не то, что мы имели дело, а что нам готовилось и что они хотели устроить, какие тут провокации. Главное из нового брифинга Минобороны. Лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы, сибирской язвы в Харькове и Полтаве. На Украине произошел неуправляемый рост заболеваемости, особо опасными и экономически значимыми инфекциями из Украины. В США вывесено несколько тысяч образцов сыворотки больных, относящихся к славянскому этносу. На территории Украины сформирована сеть из более 30 биологических лабораторий. Заказчиком работ некоторых является Управление Минобороны США. На Украине экстренно сворачивают биологические программы. Министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях. Ну это вот просто нацизм, это концлагеря готовились и пытки, которые проводились на людях. Я еще уверен, что мы такое увидим, когда вот эти все пыточные подвалы вскроют нам и концлагеря, на которых ставили настоящие опыты, бесчеловечные опыты, нацистские опыты над людьми. И уже ищем заказчиков, все ведет вот к управлению Соединенных Штатов.